Не первый год на том же месте. Жители домов вблизи Павловского оврага в очередной раз объясняют, почему против строительства. Им не нравится точечная застройка в центре города. Они хотели бы, чтобы прогулочная зона, сейчас заросшая, была облагорожена, а не застроена. Вот по этому оврагу, если пройтись, ты попадаешь практически в парк. И застраивать его высотками, ну, понимаете, плюс к этому добавляется проблема с детскими садами. В микрорайоне, говорят жители, дефицит мест в детских учреждениях и еще больше дефицит парковочных мест. А 50 квартир – это десятки автомобилей, которые окажутся на газонах, обочинах узких дорожек и под окнами частных домов. Все это и стало поводом для обращения в суд. 12 человек в качестве истцов оспаривают законность выдачи мэрии разрешения на строительство. Они просят провести дополнительные проверки и обвиняют власти в непоследовательности. Говорят, когда на этом месте сгорел частный дом, администрация не разрешила пострадавшим восстановить его, сославшись на наличие охранной и санитарной зон. Соответствующий ответ на запрос жильца приобщен к делу. Все запрещено, реконструировать нельзя, запрещено санпины, п-п-п-п-п-п. 31 января 2019 года, 21 марта, уже все разрешено, строить 17 этажей, все соответствует. Представитель мэрии не согласен с обвинением, пояснил, если прежний житель запланировал стройку в черте охранной зоны, то нынешний застройщик разместил свой объект так, что он не попадает на запретные территории. Говорить о том, что администрация один раз отказала по мотиву наличия ограничений, а второй раз закрыла с позиции административной санитар глаза на наличие этих ограничений, на мой взгляд, не представляется возможным. Это несостоятельный довод. Разбирались в суде и в запутанной истории с зонированием земли. Когда застройщик получал градостроительный план участка, здесь позволялось строить высотки. Потом по инициативе жителей администрация поменяла назначение на малоэтажную застройку. Но на спорный участок новые правила по закону не распространяются. Зачем же это было сделано, выясняла судья. Пояснял представитель застройщика, чтобы не строили дальше. Речь шла о том, что тот участок, который принадлежит ООО «Центр» и в настоящее время подлежит застройке нашим предприятиям, он в любом случае не подпадает под эти изменения. А в последующем невозможно было, необходимо запретить возможность приобретения соседних участков и распространения многоэтажных домов вглубь квартала. В обосновании своего иска истцы говорили о негативных последствиях из-за появления многоэтажки и о том, что действия власти олицетворяют неграмотную градостроительную политику. Отсутствие комплексного подхода к планированию территории со стороны администрации хаотичное, безответственное предоставление разрешения на строительство приведет к нарастанию социальной напяженности в жизни города и неудовлетворенности гражданам действиями власти города Иваново. Представитель ответчика, в свою очередь, настаивает на том, что отказать в выдаче разрешения на строительство город не имел права. Отказывали и не один раз, по разным основаниям, но безуспешно. Несколько раз строщикам было отказано в выдаче разрешения на строительство. И ряд отказов являлся предметом рассмотрения арбитражного суда Ивановской области. Поэтому говорить о том, что администрация города Иваново плохо осуществляет возможные задачи и функции, ну, по мне, как минимум, является голословным утверждением. Мы вынуждены были принять решение о выдаче разрешения на строительство по тому простому основанию, что у нас не было оснований для отказа в принятии положительного решения. В итоге суд вынес решение в пользу истцов. При этом обязал мэрию устранить допущенное нарушение путем повторного рассмотрения заявления застройщика о выдаче разрешения на строительство. Мотивировочная часть будет готова лишь через 10 дней. Только тогда станет ясно, о каких нарушениях идет речь. У всех сторон будет еще месяц на то, чтобы обжаловать решение. Татьяна Прокопенко, Денис Жельзов, телекомпания «Барс». Продолжение следует...